Всем привет, с вами Priya. Сегодня выкатили небольшую информацию на такой информативный, очень интересный сайт MMO Champion, касательно союзных рас. Начнем же. Первый рас, который в текущий момент мы рассмотрим, это Таурены. Таурены Крутогорье, насколько я правильно помню, они именно так называются. И классы, которые будут доступны этим Тауренам, это Друид, Охотник, Монах, Шаман и Воин. Также у них есть некоторые расовые примочки по типу дополнительного шанса лута, рыбы и мяса. Это, мне кажется, будет реализовано что-то наподобие сундучков, которые мы лутаем с зачарований на плечи. Ну, в текущий момент это Аргунит, кровь с Аргераса, а у Тауренов будет еще и мясо с рыбой. Дополнительно весьма интересный. Далее это однопроцентное повышение универсальности. Также есть небольшой чардж, который будет обездвиживать или оглушать противников на полторы секунды, сбивать их с ног, что-то типа такого. Также увеличение навык горного дела на 15 и ускоренный сбор руд, весьма приятный. И уменьшение дамага на 1,8% от текущего показателя выносливости. Наверное, это будет как-то высчитываться по какой-то формуле, или это все-таки так и останется 1,8% в зависимости от выносливости. Пассивное снижение дамага на 2%, даже если так подумать, это весьма приятно. Да, также есть классовый маунт, расовый маунт, хорошо. Это лось, весьма интересный, вот такого вот вида. Сама модель туренов, их расовый сет, который будет привязан к аккаунту и считается косметическим. Ну и различные видосики с вступлением их во фракцию. Далее вводят эльфы, темные эльфы, насколько я правильно помню в переводе. Доступны классы охотник, маг, монах, жрец, воин, разбойник и чернокнижник. А чтобы их разблокировать, нужно сделать цепочку на Аргусе и... Что-то такое. Превознесение с... Какой же это? Что-то за фракция. А, это фракция защитники Аргуса. С ними нужно будет превознесение сделать, чтобы получить доступ к воинт-эльфам. Раз свои способности весьма очень интересны, на самом деле. Первое это уменьшение получаемого урона от тьмы на 1%. Также очень-очень просто классная вещь для любителей пособирать трансмоги. Снижение стоимости услуг на хранилище бездны и трансмогрификацию снижено на 50%. В переводе... Я не буду говорить, как на переводе является. Весьма на самом деле сложные какие-то тут слова вставлены. Также различные телепорты и прочее. У них присутствует весьма интересная раса, за которую реально стоит поиграть. И особенно стоит поиграть любителям трансмога. Хотя бы голду сэкономят, это хорошо. Также расовый маунт. Что-то похоже на анзул, что-то похоже на крыла бега. Темный такой, цвет бездны. Красиво на самом деле выглядит. Сама моделька темных эльфов с их расовым сетом. Красиво. Листаем дальше, листаем вниз. Последняя фракция, которая тут предложена, это ночнорожденные. Что нам нужно? Нам нужно сделать цепочку вторжения. Ну, есть обычные задания в Сурамаре, а есть достижения, которые называются вторжения. И нужно по этому достижению выполнить абсолютно все цепочки заданий, какие только в принципе возможны. А также превознесение с ночнорожденными, помраченными. Классы, которые доступны им, это охотник, маг, монах, жрец, разбойник, чернокнижник и воин. Также некоторые расовые бонусы. Увеличенный навык начертания на 15. Увеличенный магический дамаг на 1%. Это, как я правильно понял, доступ к почте. Полутора минутный с 10 минутным кулдауном. Весьма классно. И это у нас получается уменьшение магического дамага на 1%. И последнее, аркан кулс, это нанесение аркан дэмэджа по окружающим вас мобам каждые 2 секунды. И какой-то идет эффект на 50% снаерс. Я не помню, что означает снаерс, если честно. Действует, получается, 20 секунд. КД 3 минуты. Интересно на самом деле. Даже наводя на эту способность, еще проценты писаны неправильно. И самого процента урона нет. Так что, наверное, еще что-то будет переделывать с этой способностью. Я так думаю. А также маунт их расовый. Киса самая обычная. Весьма красивая. С этим расовый. И получается на этом все. Мда. Заходите на MMO Champion. И сами можете даже все это дело посмотреть. Возможно, ваш перевод окажется лучше или детальнее, чем мой. В принципе, я и не сомневаюсь, что так получится. Всех вам благ, счастья, здоровья. Удачи в Легионе, текущем контенте. И в покорении Battle for Azeroth. Потому что я не знаю, когда люди будут смотреть это видео. Может быть, в текущий момент посмотрят его в конце января. А может быть, только к выходу нового дополнения. Ближе к лету, к осени, что-то типа такого. Все возможно. Берегите ноги. Не болейте. До скорого.